ДЖИКОПС При этом неизвестно, как бы закончился этот бой, если бы не травмы британца. Отмечается, что в том поединке Головкин пропустил много ударов, но смог их выдержать, поскольку их наносил более маленький соперник. Если бы апперкот Брук во втором раунде боя с Головкиным нанес бы Джи Копс, это мог бы быть нокаут, тот апперкот явно потряс Трипл Джи. С самого начала Брук наносил Головкину мощные удары. Если Джи Копс сразу набросится на него аналогичным образом, то у него хорошие шансы на то, чтобы добить Головкина, написал автор. Головкин был в зенете своей спортивной карьеры в 2013 году. В 2016 мы стали видеть трещины в защите Головкина после того, как он пропустил много ударов в боях против Доминика Уэйда и Келла Брука. Хотя Головкин и выиграл их, но уже не был тем боксером, который в свое время уничтожил Маклина, Гилла и Стивенса. Его сила все еще с ним, но Головкин потерял в скорости ударов руками, и его рефлексы уже не те. Вдобавок, выносливость Головкина уже не такая хорошая, как раньше. Было видно, как тяжело он дышал в бою с Бруком, и он выглядел очень уставшим. И я думаю, виной тому возраст. Уже нет того фонтана молодости, из которого Головкин мог бы напиться и стать таким же, как несколько лет назад. Думаю, он проиграет и Джей Кобсу, и Канелла, говорится в заметке. Казахстанский боксер уже вернулся в тренировочный лагерь и начал подготовку к бою. Впрочем, как и Джей Кобс, который спаррингует с известными средневесами. Ранее также стало известно, что готовиться к бою с Головкином американцу будет помогать тренер Вирджил Ханте, известный по работе с Андре Ордом и Амиром Ханом. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...